Американская армия решила свернуть программу нового разведывательного вертолёта ФАРА Futuri Attack Recursions Aircraft и сделала ставку на беспилотные системы. Сама программа ФАРА, которая должна была помочь заменить пилотов на искусственный интеллект, стартовала в 2018 году. Результаты в рамках испытаний показали, что такая сложная техника, как вертолёты, всё ещё не может обойтись без людей. По результатам тестов выяснилось, что пилоты необходимы для моментального и обоснованного принятия решений. Также в то время считали, что только людям под силу быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации на поле боя и в небе. Кроме того, очень важна молниеносная реакция на непредвиденные ситуации. Для этого американская армия разрабатывала новый вертолёт с экипажем из двух человек, который должен был иметь возможность работать с беспилотниками под управлением искусственного интеллекта. Одним из проектов программы ФАРА была замена устаревших вертолётов АХ-58Д Киева Вариор на модели Райдер Икс от Сикорски и от Белл. Замена вооружённому разведывательному вертолёту Белл АХ-58Д Киева планировалась в течение многих лет. Изначально в конкурсе было пять участников. Но в 2020 году количество претендентов на победу сократилось до двух. Остались только фирма Белл Текстрон с вертолётом 360 Инвистус и Сикорски с довольно футуристичным Райдер Икс. Как один из основных недостатков полной передачи управления вертолётами в руки искусственного интеллекта, военные называют опасность взлома нейросети со стороны противника или незащищённость от помех. В целом, армия США нацеливалась на то, чтобы оснастить свои ВМС лёгкими и манёвренными вертолётами, способными проникать в глубокий тыл противника и обеспечивать огневую поддержку своим силам. Вертолёт должен был иметь скорость не менее 333 км в час, дальность не менее 217 км и высоту полёта не менее километра 800. Кроме того, вертолёт должен был быть совместим с беспилотными летательными аппаратами и воздушными эффектами, которые могут выполнять различные функции, такие как разведка, подавление вражеской обороны, электронная война и ложные цели. В качестве вооружения предлагалась 20-мм пушка и прототип пусковой установки для многоцелевых боеприпасов и беспилотников Modular Effect Launcher. Обе системы должен был получить новый разведывательный вертолёт «Фара», который должен был заменить в армии США разведывательный вертолёт Белла Х-58 «Дики». В то же время, фишка новой модульной пусковой установки МЭЛ в том, что каждую её станцию можно настроить индивидуально для использования различных комбинаций ракет или авиационных спецэффектов. Таким образом, военные могут выбирать оружие под тип миссии, а не брать какой-либо один тип ракет или баражирующих боеприпасов. Новая 20-мм пушка ХМ-915 имеет три ствола и электрический привод, благодаря которому пушка может производить 1500 выстрелов в минуту. У одноствольной системы вертолёта Белла Х-58 «Дики» во этот показатель составлял 1025 выстрелов. Казалось бы, всё хорошо, всё красиво, однако война поменяла приоритеты. Главной причиной закрытия программы ФАРА стал анализ опыта российско-украинской войны, переосмысление того, как выглядит война в современную эпоху. Подход к воздушной разведке фундаментально изменился. Специальное оборудование и вооружение, установленные на различных беспилотных системах и в космосе, стали более доступными и относительно недорогими. Но самое главное — люди. Уже не требуется непосредственное нахождение пилотов в летательном аппарате, да и размеры дронов разные, под разные задачи. Стал активно применяться искусственный интеллект в самих боевых машинах. Будущее уже наступило, и это надо признать. Продолжение следует...